Это модель Transformer 3, хотя я бы на самом деле поменял местами. Transformer 3 Pro был бы вот этот, а Transformer 3 был бы на Skylake. Но эта модель на самом деле построена на процессоре Intel семейства Peby Lake, который еще даже не анонсировано в компании Intel. То есть здесь стоит сэмпл процессора, это тоже инженерный экземпляр, поэтому некоторые вещи на нем еще пока не работают. Но уже можно посмотреть, что из себя представляет. Тут очень хитрый чехол с магнитным креплением, вот такая вот колбаса, которая позволяет устанавливать планшет на две стойки, более высокую, более низкую. Сейчас я попробую повторить, конечно, это, но... У нас есть магнитное крепление. Только в одном направлении работает чехол, то есть сюда его сложить уже не получится. Вот это высокое положение. И вот это... И вот это низкое положение. Сам планшет очень тонкий. Объяснить на пальцах, это надо видеть своими глазами. Здесь всего 6,6,6... 6,9 миллиметра толщиной. Очень-очень тонкий. Металлический Unibody корпус. Стекло. Ну и процессор неанонсированный Кэби Лейк. Поэтому... Естественно, Asus не называет его Кэби Лейк, поскольку таких процессоров пока еще нет. Поэтому они говорят, что тут установлен сэмпл. Само устройство появится в сентябре. А Transformer 3 Pro появится в августе. Поэтому у него название Pro. Он на уже имеющемся процессоре Skylake. Эта модель появится уже после того, как Intel анонсирует новую линейку. До 8 гигабайт памяти. 12,6 дюймов экран. Разрешение тоже 3К 2880х1920. Кроме того, к этому планшету еще есть замечательный стилус. Который распознает 1024 степени нажатия. Но работает, увы, он пока не везде. То есть, вот, например, OneNote он работает. А в стандартном виндовом Paint уже нет. Тут необходимо, чтобы производители софта адаптировали, выпускали какие-то обновления патчей, которые будут поддерживать эту ручку. Просто так сходу вы не поставите там Porel Painter и не начнете рисовать. Разъем тут всего только один Type-C. Опять же, поддерживает Thunderbolt 3. Поэтому 4К-дисплей и мини-джек для наушников. В принципе, больше ничего здесь такого особенного нет. И кнопка включения, которая совмещена со сканером отпечатков пальцев. Все эти устройства, в принципе, планируется использовать с универсальным доком, который позволяет расширить функциональность. У них у всех по одному максимуму два разъема. По помощи дока можно уже подключать кучу другой периферии. Вот такая вот красота. Субтитры сделал DimaTorzok